Особое мнение на 101FM Накануне в суде по делу Парка Победы выступала Наталья Мамедова. Наталья Мамедова бывшая начальница департамента муниципальной собственности администрации Кирова. До этого она работала в правовом управлении, до этого она работала в аппарате Кировской городской думы. До этого в прокуратуре. Потом в городадминистрации. Что сказала Наталья Мамедова? Ну, если коротко, то Наталья Мамедова сказала, что вот эта вот история с изменением статуса земли и дальнейшей продажей этого участка заводу охотничьего и рыболовного снаряжения, по-моему, так он называется. Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения. Да. Эта вся история была, ну, в некотором смысле инициирована тогдашним главой города Владимиром Васильевичем Быковым. Ныне он занимает пост председателя законодательного собрания. Наталья Мамедова рассказала, что несколько раз сотрудники администрации, подчиненные, там, не знаю, там они, не в прямую, конечно, подчиненные Владимира Быкова, но, тем не менее, там и она, и Ирина Васильевна Рубцова, это Управление архитектуры градостроительства. Владимиру Васильевичу говорили о том, что эта история опасная, что объект этот социально важный, социально значимый, может быть, негативная реакция горожан, но, тем не менее, вопрос продавливался и, собственно, в итоге его продавили. Сначала со сменой статуса участка в Гордуме, по-моему, в декабре было голосование, это было, кажется, последнее заседание перед новогодними праздниками. Вот, а потом, собственно говоря, была продажа участка, а потом перепродажа. Заведено уголовное дело в прошлом году, ущерб городу минимальный, по-моему, оценивается в 9 миллионов рублей. Ну, это еще мало, я так понимаю, следствие оценивает по самому минимуму. Угу. Что показания Натальи Мамедовой значат сейчас? Ну, я думаю, что на основании этих показаний у следствия возникнут, а может быть, уже есть вопросы, в том числе и к Владимиру Васильевичу. Я думаю, что такие вопросы давно назрели, и наверняка в настоящий момент дело в отношении господина Ефаркина рассматривается судом, и какой-то проверочный материал в чьем-то столе пока еще лежит и зреет. Ага. Проверка ведется. На самом деле, те вопросы, которые озвучивались на вчерашнем допросе кулуарно, освещались много раньше, но, тем не менее, я думаю, что на основании вот этих показаний, которые были даны в суде, вопросов меньше не станет, их может стать только больше. Ну, вот у меня, смотрите, какой вопрос. Вчера же в суде озвучивались и показания, которые Наталья Мамедова давала на стадии предварительного следствия, и там она, насколько я поняла из того, что пишут наши коллеги, бывшие на заседании, да, там она также говорила, что Владимир Васильевич имел отношение к продавливанию вопроса, если мы так скажем. Меня резануло, честно говоря, из этих показаний, то, что там звучало фактически, дословно не поручусь, но, тем не менее, звучала фраза о том, что после строительства многоквартирных жилых домов отдельные сотрудники администрации смогут претендовать на какие-то льготные цены в отношении квартир. Жилья. Могут получить квартиру по льготным ценам, как-то так это было сказано. Ну, я считаю, что... Это корыстный умысел. Ну, фактически да. То есть здесь не будем все-таки забегать вперед, это не дело даже публики анализировать наличие или отсутствие в чьих-либо действиях какого-либо состава правонарушения, преступления. Но, тем не менее, следует констатировать то, что вопросы у общественности, у граждан, ну, их с каждым днем только больше, больше и больше. На самом деле здесь вопросов много не только к лично и персонально господину Быкову. Да, говорят, что он выступал лоббистом интересов завода при принятии этих решений. Но не будем забывать о том, что с точки зрения закона оформлено это все было достаточно правильно. И решение о смене целевого назначения этого земельного участка принималось... Депутаты решения приняли. Депутаты в России могут сделать все, что угодно и не подконтрольны никому, включая собственных избирателей. Бюллетень в Урну опустил, и все. Процедура отзыва избранного депутата существует только в теории, по большому счету. Это не партийные списки. Но если будет установлено, что действительно кто-то из сотрудников администрации города Кирова, так обтекаемо назовем, прикладывал все возможные усилия и злоупотреблял своим авторитетом с тем, чтобы продавить решения, сознательно зная, что в недалеком будущем на рассмотрение этих же депутатов будет ставиться вопрос об изменении целевого назначения этого земельного участка с его предварительной продажей по заниженной стоимости. Ну, конечно, здесь можно усмотреть определенный состав уголовно наказуемого деяния. Депутаты, которые голосовали за передачу, они будут как-то отвечать? Или там за изменение статуса? Насколько мне известно, часть депутатов, которые принимали такое решение, уже имеют процессуальный статус свидетеля. Их уже допрашивало следствие и будут допрашивать в ходе суда по господину Ефаркину, который сейчас идет. В дальнейшем какие-то вопросы и претензии, предъявления им каких-то обвинений, высказываний, подозрений, я не думаю, что это будет иметь место быть. Я думаю, что все-таки вряд ли весь наш депутатский корпус, который голосовал за изменение целевого назначения земельного участка, за выдел его из состава земель Парка Победы, были посвящены в общие планы о дальнейшей судьбе этого участка. Ведь если раздробить все это деяние на ряд каких-то последовательных шагов, каждый шаг в отдельности, он может быть юридически безупречен. Но в своей совокупности, при наличии единого продолжаемого умысла, он как раз и может образовать то деяние, за которое Уголовный кодекс предусматривает существенные сроки лишения свободы. Так, то есть депутаты, скорее всего... Скорее всего, ни при чем. Ни при чем. А вот вопросы, связанные с их действиями сотрудников администрации, которые пусть даже и выполняли чьи-то указания, но они могут быть рассмотрены через призму беспристрастности и следствия на предмет того, правомерны ли были подобного рода действия. А что им могут вменить? Вот людям, которые, условно, людям, которые знали, были против, но при этом молчали. Ну, не просто молчали. Хорошо, подписывали какие-то бумаги. Вот если человек просто молчит, за недонесение у нас как таковой ответственности по большому счету нет. Или есть, но в очень редких случаях. А вот если человек, повинуясь указанию своего начальника, либо просто авторитетного сотрудника, работающего в администрации, принимает то решение, которое сам сознательно считает ошибочным, неправомерным, не отвечающим интересам города и молчит, так он пособничает. Пособничество в форме соучастия, соисполнительства предусмотрено Уголовным кодексом, и фактически такое действие квалифицируется ровно по той же самой статье. То есть, если речь идет о том, что кто-то имел умысел на хищение из городской казны земельного участка за сумму, не сопоставимую с рыночной стоимостью, так это 159-е мошенничество. И здесь все равно, кто выступал организатором, кто выступал исполнителем, а кто просто помогал и пособничал. Все будут отвечать по этой же 159-й части 4-й. Ну и, естественно, для юридической чистоты и оценки участия, меры участия каждого в подобного рода деянии, Уголовный кодекс предусматривает различного рода виды соучастия. Кто чем занимался, тот за это и будет отвечать. Или не будет? Такой вариант возможен? Ну, в России, возможно, все. Нет, ну вот смотрите, какая история. То есть Наталья Мамедова приходит в суд в статусе свидетеля. Рассказывает о том, что было. Так. Добровольно там, да, можно сказать, и на стадии предварительного следствия, и на стадии судебного следствия говорит о том, что я была против. Да, я неоднократно говорила о том, что я против, что это плохо. Но вот, значит, меня заставили. Ну, здесь... Ее действия каким образом будут квалифицироваться? Ох, я давно уже не работаю в следствии, и слава богу, на самом деле. Значит, не хочу и не желаю гадать, как будут квалифицироваться, и будут ли квалифицироваться чьи-либо действия. Применительно к тому, что кто-то кого-то заставил, что-то мне подсказывает, что вряд ли. Любой сотрудник администрации любого уровня, начиная от администрации президента, окончая правительством Кировской области, либо администрации города Кирова, принуждает других сотрудников с помощью физического какого-то принуждения под дулом пистолета... Нет, ну, конечно, такого не было. Скорее всего, человек просто понимал, ну, как бы... Либо делаешь то, что заставляет, либо увольняешься. Ну, тогда следовало уволиться. Просто, извините, если ваш начальник предложит вам совершить что-то абсолютно противоправное, вы будете понимать о том, что речь идет о, ну, не знаю, там, хищении из бюджета определенной суммы, нанесении ущерба кому-то. Получается, что человек делает выбор... Либо сохранить работу, либо нарушить закон. Да, да, то есть он фактически своим действиями помогает совершать данные деяния, и имеет этот же личный корыстный умысел, только, может быть, не в виде какого-то кусочка от будущего пирога, хотя звучала же возможность каких-то льготных покупок недвижимости, а в виде возможности сохранения того теплого места, которое у него имеется на момент поступления ему такого предложения. Но при этом мы с вами начали с того, что вроде бы каждое отдельное действие юридически... Оформлено безупречно. Оформлено безупречно. Решение принимали с депутатами, но ведь кто-то один, либо несколько человек знали дальнейшее направление действия. Вряд ли депутаты, когда голосовали за выдел земельного участка из Парка Победы, были кем-либо посвящены в то, что через два месяца воспоследует очередное собрание, где будет приниматься решение об изменении целевого назначения, о том, что перед этим земельный участок за бесценок будет продан и будет за бесценок продан именно потому, что этот земельный участок изначально был предназначен исключительно для рекреационных целей, для размещения спортивных сооружений. На земельном участке, который предназначен для размещения спортивных сооружений, площадок, стадионов, теннисных кортов, дом жилой не построить. Именно поэтому его кадастровая рыночная стоимость в разы и в десятки раз отличается. Ниже чем та земляна, которую можно строить. Безусловно. Соответственно, таким образом административный ресурс интересанта, который был вхож в администрацию города и имел возможность оказать какое-то воздействие на волеизъявление депутатов, был просто конвертирован в изрядную денежную сумму. Это как раз та самая коррупция, о борьбе с которой столь часто и столь много говорят наша власть придержащая. Яна Чеботарев, юрист в нашей студии. У нас по регламенту небольшой полуминутный перерыв. После этого вернемся. Продолжаем особое мнение Яна Чеботарева выслушивать. Ян Евгеньевич, я попрошу вас ответить еще на один вопрос. Мне, как человеку от юридических процедур, судебных процедур далекому, кажется логичным, что после вчерашнего выступления в суде Натальи Мамедовой и того, что было сказано ей в отношении Владимира Васильевича Быкова, первый человек, который должен выступать в следующем заседании, это Владимир Васильевич Быков. Это так или нет? Ну нет, вы немножко путаете. Почему? Суд не занимается правоохранительной деятельностью. Он не раскрывает преступления, не проводит проверок. Он ведет с настоящими судебные следствия его задачи решения вопроса о виновности конкретного человека, чье дело он рассматривает. Ему всего-навсего нужно ответить на один вопрос. Виновен или невиновен? Если виновен, то тогда отмерить соответствующую степень вины, меру наказания. Речь идет о Леониде и Фарфоне. Если свидетели говорят о том, что вот кто-то принимал какое-то участие в сомнительных операциях и прочее, безусловно, суд может вправе сообщить эту информацию в правоохранительные органы, но суд вправе. А вот прокурор, который присутствует в процессе, он обязан на подобного рода информацию реагировать. Более того, в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности, органы, полиции в том числе, обязаны оперативно сопровождать подобного рода уголовные дела, связанные с причинением ущерба либо хищениями средств муниципального образования, и фактически получает сведения о введении этого процесса, в том числе и о показаниях, которые даются, и реагирует сообразно сложившуюся ситуацию. То есть я уверен, что здесь без какой-то внешней реакции, без даже сегодняшнего нашего с вами эфира, который наверняка многие правоохранители слушают или будут слушать, информация о вчерашних показаниях, она уже давным-давно известна всем компетентным сотрудникам, и уверен, что без внимания она, безусловно, не останется. Но мы увидим Владимира Быкова в суде в ближайшее время или нет? В качестве человека, который дает показания или отвечает на вопрос суда? Ответить на этот вопрос может только тот человек, который досконально знаком с материалами дела. Если господин Быков поименован в качестве свидетеля либо защиты, либо обвинения, безусловно, его будут вызывать. Но непонятно, в каком порядке. Не обязательно в следующем заседании? Не обязательно. Нет. Если сейчас обвинение представляет сторона обвинения, простите за автовтологию, порядок представления этих доказательств определяется ей самой. То есть есть прокурор, который представляет государство, поддерживает обвинение, он сам решает, в каком порядке, каких свидетелей, в какой последовательности ему приглашать в суд. Суд не может настоять на том, что к следующему заседанию обязательно Владимир Васильевич был? Нет. Суд не предвзят. Объективен его дело слушать и анализировать, а также руководить процессом, предоставляя каждой стороне, либо стороне государства, стороне обвинения, либо стороне защиты, предусмотренной процессуальным кодексом, возможности для осуществления своих прав и полномочий. Есть еще один вопрос, который, собственно говоря, уже после всех показаний данных Натальи Мамедовой вчера был ей задан стороной защиты. Ее спрашивали о том, что было заведено еще одно уголовное дело, мы помним, оно не было связано с Парком Победы, и было прекращено, потому что истек срок давности, я так понимаю, да, вот, и не повлияло ли это прекращению или заведению этого уголовного дела на показания Натальи Мамедовой? Она сказала, что нет. Это такая распространенная практика, да, что на человека заводят уголовное дело, а потом просят его дать показания, или это просто вот, ну, какие-то, не знаю, там, к слову, уловки я не очень люблю, там, да, ну, какая-то тактика защиты, так скажем. Ну, здесь скорее тактика не защиты, а тактика обвинения. Ага, все-таки. Как бывший следователь могу предположить, что, безусловно, вероятность подобного рода развития событий, она имеется. Действительно, бывает, и раньше это бывало, и сейчас так бывает, что возбуждается в отношении свидетеля какое-то дело, и в случае, в случае, если человек правильно понимает политику партии и правительства, другие дела не возбуждаются, а возбужденные либо переквалифицируются, либо тихонечко-тихонечко умирает само собой. Но, опять же, повторюсь, это исключительно из области догадок. То есть, может быть и может не быть? Может быть, а может не быть, с равной степенью вероятности. Ну, Наталья Мамедова сказала, что дело не имеет отношения к делу о парке Победы, и на ее показания никак не повредила. Давайте, давайте ей поверим, тем более, что она имеет на это право, и как человек, которого я лично знаю давно достаточно, и с точки зрения действующего законодательства, пока не доказано иное, никто не вправе обвинять человека в чем-либо. Высказывать какие-то сомнения, предположения, безусловно, можно. Яна Чеботарев, в нашей студии мы продолжаем. Еще одна тема, которую я хотела затронуть с вами. Насколько я понимаю, сегодня в Первомайском суде продляется срок содержания под стражей, так это называется, да? Я думаю, что уже продлился. Судебный процесс начался в 9 часов 30 минут. Так, и уже, наверное, закончился. Да, к сожалению, пока, вот я спешил на эфир, пытался дозвониться до коллег, и не удалось мне это. Значит, рассматривался вопрос о продлении стражного срока, срока содержания под стражей для гражданина Польши Анджи Анищука, который уже 10 месяцев содержится в СИЗО города Кирова, по обвинению в... Вы, я даже вот затруднюсь... В экстремизме обвиняют? Да нет. Нет? Значит, ну, фактически, если попытаться... Анищук, свидетель Егова. Свидетель Егова, да. Давайте выясним, и сразу многим станет понятно. И его обвиняют в том, что, несмотря на то, что в 2015 году религиозная организация «Кировские свидетели Егова» в городе Кирове была признана экстремисткой, Анищук содействовал и продолжал деятельность этой организации, ну, правда, очень странным способом. Тем, что занимался ровно тем же самым, чем он занимался и раньше. То есть читал Библию, общался, встречался с своими единомышленниками, собирал какие-то средства на организацию этих собраний, распространял свои воззрения и прочую вещь. И на основании вот этих обвинений он уже 10 месяцев находится в СИЗО. Я, честно говоря, рассчитывал и рассчитываю, пока не знаю результаты... На изменения и меропресечения? Ну да, просто остальные это все кировские еговисты, которые были задержаны и одно время содержались под стражей, были все-таки отпущены под домашний арест. Почему в отношении Анищука такое решение не было принято? Ну, наверное, только потому, что он имеет гражданство Республики Польша. Плюс следствие... Подозревает, что может человек скрыться? Ну, любой человек, который ноги имеет, может куда-то убежать, любой, который имеет язык, может с кем-то о чем-то договариваться. Предполагать не означает доказать. Верховный суд неоднократно, но, к сожалению, безуспешно пытался эту истину донести до судов ниже стоящих, но как-то пока вот не получилось. У нас в основном мера пресечения избирается по принципу «а может быть». А вдруг? А вдруг, да. А вдруг, а как бы чего не вышло? Вот, вот, вот. И тем не менее, я просто в данном случае откровенно удивлен, что человек, который большую часть своей сознательной жизни прожил в России, в частности, в Кирове, который имеет семью, который имеет детей, почему-то посчитали, что он представляет столь великую угрозу для безопасности Российской Федерации, что его следует содержать в условиях строжайшей изоляции. Непонятно. Что касается вообще кировских эговистов, мне удивительно столь активное стремление возбуждения все новых и новых и новых дел. Относительно недавно еще в отношении трех человек были возбуждены дела, проведены обыски, изъята какая-то литература. Я думаю, что в относительно недавнем будущем, когда дело, упаси бог, но тем не менее, дойдет до суда... А может и не дойти? Ну, мне бы очень не хотелось, чтобы оно дошло до суда. Нет, ну просто есть такая вероятность, что может не дойти. Ну, дай-то бог, уже скоро год, наверное, как в европейском суде рассматривается заявление как раз по поводу необоснованных преследований вероучения свидетелей ЕГОВЫ. И где-то к концу лета, к середине осени, ожидается соответствующее решение ЕСПЧ, которое, безусловно, может быть обжаловано в Большую палату, но тем не менее оно будет фактически показательным, применительно к тем странным обвинениям, которые были предъявлены не только Денису Кристенсену, который получил шесть лет лишения свободы реальный срок, но и ко всем остальным гражданам, которые исповедуют это вероучение. На мой взгляд, и об этом специалисты говорят достаточно давно, корень проблемы еговистов состоит в несовершенстве нашего антиэкстремистского законодательства. К сожалению, только четыре основные религии признаны у нас иммунными от возможности их проверки на какой-либо экстремизм. Это христианство, это у нас мусульманство, это иудаизм, и это у нас буддизм. Христианство всех ветвей, всех ответвлений. Да, ну просто понимаете, под христианством наши правоохранительные органы понимают... Примает православие, наверное. Нет? Нет. Значит, основные общепризнанные вероучения, как-то православие, католицизм, под большим сомнением... Ну просто протестантских течений тоже очень много, и к ним есть вопросы, у правоохранителей периодически возникают. Помимо протестантов есть же еще и лютеране, кальвинисты, да кто угодно. Значит, течений внутри западного христианства существует несколько десятков. Я удивляюсь, как справляются наши правоохранители хотя бы с этими проблемами, исходя из того, что у нас не существует и не может существовать какого-то официального текста Библии. Переводов библейских текстов масса. Немножко в сторону уйдем. Я, с одной стороны, откровенно сочувствую семье Анжи Анищука, безусловно. Мне абсолютно как юриста непонятно существо претензий, которые к нему предъявляются. Я знаком с рядом материалов следствия. Единственное, могу обратить внимание, что само следствие понимает слабость своей позиции. Я так считаю. Именно поэтому в настоящий момент они не пытаются ограничиться тем, что утверждают, что после запрета в 2015 году Кировского регионального отделения свидетелей ИГОВы деятельность продолжалась в других формах. Они пытаются найти сейчас с помощью лингвистических экспертиз, филологических экспертиз, какие-то признаки экстремизма уже в тех текстах, которые использовались свидетелями кировскими после запрещения. То есть буквально в этом году, в прошлом году, в позапрошлом году какая-то литература изъята, и признаки экстремизма там ищутся. Слушайте, я, конечно, никакой религиовед, но если просто внимательно почитать Библию, особенно Ветхий Завет, мы там увидим такое, что нужно ввязать сразу всех. Яна Чеботарев, в нашей студии, я так понимаю, что про то, изменили или не изменили меру пресечения Анжелию Анищуку, мы услышим уже сегодня, но чуть-чуть позже. Чуть позже. Чуть позже. У нас сейчас реклама полторы минуты, мы вернемся, у нас еще несколько тем впереди. Особое мнение на 101FM. Юрист Яныч Ботарев в нашей студии, мы с ним продолжаем. Вот интересная, Евгений Евгеньевич, коллизия. Не знаю, она, наверное, с юридической точки зрения в некотором смысле безупречная, потому что есть новые правила, есть люди, которых их нарушают, и которые их нарушают. Ну и, собственно говоря, тут какая может быть реакция? Только одна, значит, людей, которые нарушают, надо штрафовать. Речь идет о новой разметке в городе Кирове, новой разметке, в том числе пластиковой, которую нанесли на магистральные улицы, причем нанесли так, что въезды во дворы налево перекрыли. И уже в течение 10 примерно дней эта тема широко обсуждается в социальных сетях с той подачей, что жители тех самых домов, куда теперь не свернуть налево, быстро, они эту разметку закрашивают. Не всегда это жители, между прочим, там есть и сотрудники, как я понимаю, или владельцы предприятий, которые от этого страдают. В частности, вчера в нашем эфире был человек, который рассказывал про шиномонтаж, владелец которого тоже закрасил проездик себе вот этой вот черной краской, потому что начал терять клиентов. Люди, которые едут с пробитым колесом, они не поедут до ближайшего светофора, чтобы там развернуться и вернуться к тебе, они на своей стороне найдут какую-нибудь мастерскую. Вот такая история. Ну, во-первых, это, с одной стороны, смешно. Почему? Даже если разметка принудительно закрашена, то эта разметка все равно есть. Так ее же не видно. Меня, между прочим, в свое время инструкторы консультировали. Они мне рассказывали о том, что если зимой разметки не видно, значит, ее нет. Нет, без вопросов. Значит, вот это уже вопросы эффективности работы наших дорожников, служб ГИБДД и прочие вещи. Дорожная разметка есть элемент дорожной инфраструктуры, ровно как и знаки, и светофоры. И, соответственно, если дорожная разметка повреждена, она должна быть восстановлена в максимально короткие сроки. Безусловно, если какой-то несознательный гражданин, которого не устраивает дорожная разметка, либо ему не нравится тот светофор, который висит перед его домом, либо дорожный знак, кирпич, который мешает ему куда-то проезжать, просто уничтожает... Ну, это вандализм уже какой-то прям в час. Серьезно? Ну, а как? Закрасил человек дорожную разметку, потому что она ему не нравится. Ой-ой-ой. Хорошо, мне не нравится, например, знак «Стоянка запрещена». Давайте я его сломаю или закрашу, или пакетом закрою. Либо еще что-то меня не устроило, но мы все-таки правое государство пытаемся строить и жить в том. Или чего? Значит, что касается левых поворотов... Вы за или против? Их запреты? Чем меньше левых поворотов, тем лучше. Это мы все понимаем. Тем более кировские водители, они, как правило, налево поворачивать не умеют в процентах 90 случаев. Что вы имеете в виду? Ну, как же движение как-то же... Сейчас, секунду. А вы машину водите? Конечно. Вот, обращал внимание, 90% кировских водителей осуществляют поворот налево следующим образом. Они выставляют половину машины на встречную полосу, в левый ряд, перегораживают встречку, включают поворотник, ждут, когда все остановятся и их пропустят. А если я в левом ряду, в встречном потоке, не собираюсь никуда поворачить, я еду прямо. Мне что следует? В этого забавного водителя въезжать со всего размаха, либо я должен остановиться и его пропустить? Вы должны включить правый поворотник и перестроиться. Я прямо еду. Я понимаю. Выбор-то у вас нет. Или ждать? Я понимаю. В этой ситуации. Он не отъедет назад, потому что за ним уже выстрелилась другая очередь желающих. Просто подобного рода забавности в поведении водителя у нас действительно очень много. Культура вождения у нас относительно низкая. Я смотрю всегда, есть левый поворотник у встречной машины в правом ряду или нет. Если мигает, и за ней еще несколько, тогда я могу немножечко вывернуть. Если нет, я прямо встаю обычно. Все правильно. Вот это очень похвально. Значит, во всем мире признано о том, что левый поворот – это достаточно опасный маневр. Город у нас широких улиц не имеет, разъезжаться достаточно проблематично, поворачивать достаточно проблематично через встречную полосу. И государство с заботой о безопасности вполне может наносить любые разметки и выставлять любые знаки. Я уверен, что подобного рода решения проводятся на основании и принимаются на основании какого-то мониторинга сложившейся ситуации. Не пешком идти, можно в конце концов полквартала и объехать. Мы бывает несколько раз вокруг квартала объезжаем. Вопрос в том, что человеку все равно придется поворачивать налево. Просто он это будет делать на светофоре. Наши вчерашние гости – Евгений Лунев и Михаил Рябов, это ГИБДД городская, и бывшая дирекция дорожного хозяйства, теперь управление дорожной парковой инфраструктурой. Собственно, они что говорили? На светофоре все водители готовы к каким-то неожиданностям, человек, который будет поворачивать влево. То есть все этого ждут. Но на светофоре безопаснее развернуться. Это на самом деле так. Но времени-то это занимает больше. И что? Зато безопаснее. Длиннее. В левом ряду перед светофорами. Слушайте, ну если человек живет в городе Кирове, имеет машину, а машин у нас сейчас в городе много, боится пробок. Пусть ходит пешком. Ну, можно ходить пешком, можно ездить на скутере, либо на самокате, либо, в конце концов, переехать в менее населенный город, где пробок поменьше, либо их вообще... И нет магистральных улиц, на которых сплошная разметка. Безусловно. Поэтому я не вижу ничего... Вы за. У меня только один вопрос. Почему это так внезапно? Ну, то есть можно же было людей подготовить к тому, что, ребят, мы собираемся тут разметку новую вам рисовать. Ну, можно... Будьте готовы. Можно было бы, собственно... Прорабатывайте маршруты. Можно было бы, конечно, высказать пожелания для ГИБДД, для дорожных служб, чтобы они заранее предупреждали горожан об изменении в дорожной карте города Кира. Ведь если у нас некоторые улицы превращались в односторонние, об этом горожан все-таки предупреждали заранее. Например, сделали улицу Спаску односторонней. Если я правильно помню, чуть ли не за полтора-два месяца об этом были соответствующие публикации. Ну, можно высказать пожелания. Но, с другой стороны, у нас любой водитель должен быть всегда готов к тому, что на том месте, где вчера одного знака не было, он сегодня появится. Да, мы все помним недавнюю историю с перекрестком Преображенской и Дериндяева. Совершенно верно. Где знак повесили, не тот. Не было разметки. Вчера, сегодня она появилась. На самом деле, разметка в Кирове – это явление все-таки достаточно редкое. Особенно пластиковые. Ну, в чаще пластиковые. Я надеюсь, что разметка пластиковая будет сохраняться дольше, чем та разметка краской, которая имела место быть. Тоже надеюсь. Просто разметка служит безопасности движению. Я это знаю, так как езжу по городам и весям нашей Родины достаточно регулярно. И столь безобразного отношения к разметке, какая была у нас до поры до времени, в сопредельных регионах встретить тяжело. И когда ты въезжаешь, например, в Татарстан, где разметка есть практически везде, ну, с одной стороны, это, безусловно, радует, а с другой все-таки уже начинаешь вспоминать, что означает то или иное. Вот это беда, наверное, для многих кирпских водителей. Ну, вот сейчас пластиковую нанесут, все водители почитают заново правила в новой редакции, снова вспомнят, что та или иная разметка означает, и поймут о том, что пересечение двойной, сплошной, это не очень хорошо. Это чревато. Да. Это чревато. Так, Ян Чеботарев, на нашей студии еще 4 минут у нас, Ян Евгеньевич. Остается еще одна важная история, которую тоже надо обсудить. Это заявление недавнее правительства области о возобновлении работы компании КЧУС. Ну, собственно говоря, что говорится губернатором Игорем Васильевым. Это уже не первое, кстати говоря, заседание комиссии. Обсуждались вопросы выплаты зарплат на предприятии, которые признаны банкротом. Правительство намерено принять все возможные меры, чтобы сохранить предприятие. Я напомню, что КЧУС – это, в общем, достаточно крупная строительная компания, которая на нашем строительном рынке играла значительную роль, до сих пор играет, насколько я понимаю, много еще дольщиков, покупателей квартир. Сейчас на предприятии числятся 300 человек. Им направили уведомление об увольнении с 1 августа, с 1 августа, то есть с завтрашнего дня. Людям выплачено уже в общей сложности 46 миллионов рублей долгов за 2018-2019 год. Но и министру строительства Руслану Бондурчуку дано поручение продолжить работу по возобновлению деятельности предприятий и сохранению основных производственных фондов. Вот такая история. Вы, насколько я помню, некоторое отношение к компании имеете или нет? Или я ошибаюсь? Я представляю интересы акционеров Кирово-Чапецкого управления строительства. Я более-менее ориентируюсь в этом деле в арбитражном суде. Я знаю прекрасно о том, что в настоящий момент бывшие руководства и нынешние мажоритарные акционеры Кирово-Чапецкого управления строительства ведут колоссальную работу по привлечению инвестора для того, чтобы решить финансовые проблемы КЧУСа, прекратить процедуру банкротства, возобновить достройку тех проблемных домов на улице Ленина, которые начинал строить КЧУС, сохранить трудовой коллектив и фактически реанимировать предприятие. Я знаю, что получена недалее, как вчера, банковская гарантия столичного банка, достаточно крупного, о выдаче потенциальному инвестору миллиардного кредита, который будет потрачен на как раз закрытие всех задолженностей предприятия. Я держу пальцы, чтобы это все получилось. И такое крупное предприятие, известное давно за пределами и города Кирова, и Кировской области, все-таки сохранилось и продолжило свою деятельность во благо всех нас. Я правильно понимаю, что инвестор, вот конкретная компания, пока не найден? То есть ведутся еще, и есть, уже есть, уже определён. Уже есть банковская гарантия, она выдана конкретному лицу, и причем интересанты достаточно известны на территории города Кирова и Кировского области. То есть это наше лицо? Кировское? Это московская инвестиционная компания, но в ее составе есть лица, которые известны кировчанам. Пока не раскрываем все карты. А когда будет известно широко? Когда эта информация будет опубличена? Давайте недельку подождем с тем, чтобы провести переговоры с банками-кредиторами КЧУСа, и я думаю, что когда основные договоренности будут уже достигнуты и банки, как кредиторы, свои деньги получат, ну вот тогда можно будет публично объявить о том, что выработан определенный план спасения предприятий. Через неделю. Примерно через неделю. Неделя, дней 10, где-то так говорит Ян Чеботарев, юрист. Мы на этом программу особое мнение завершаем. Яну Евгеньевичу спасибо. Слушателям до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok